Привет, друзья! С вами снова я, Оля Букатая и гномик Гоша и проект Живая Книга. Наверное, каждый из вас испытывал чувство нелюбви к себе и думал, что он недостаточно хороший или добрый. Добрая книга Элли Вуллард «Чем обедал великан» покажет маленьким читателям, что в каждом найдется немного доброты и нежности. Даже если вы не догадывались об этом, главное быть смелым. Был Джум великан, свиреп и угрюм. То дико ревел, то рычал он глухо. Но вдвое страшнее оказался Джум, когда было пусто бездонное брюхо. «Эх!» – бормотал он. «Ох и ух! Мне срочно ребенок нужен. В обед съесть мальчишку, а лучше двух, и пару девчонок на ужин». «Слыхал я, что где-то есть детский сад. Ням-ням, сад, где детки на ветке. Созрел урожай, собери ребят и готовь хоть суп, хоть котлетки». И с топотом грозным пошел он с утра на поиски детского сада. Ему ни помеха, ни лес, ни гора. Болото ему не преграда. Он топал и топал, не зная помех, и нашел детский садик скоро. «Ух!» – усмехался он. «Ох!» – и «эх!» – глядя из-за забора. И дети смотрят. «Ого! Великан!» Но вдруг самый смелый мальчик как крикнет. «Наш мяч залетел в фонтан! Дядя, достаньте мячик!» – думает Джум. «Мальшишка горяч, и его посолить и в сметану. Но я для обмана сначала мяч им из фонтана достану. «Ух!» – закричал он. «Эх и ох! А ну-ка, детишки, за мною!» И подумал. «А это будет неплохо. Тут и первое, и второе!» Погладил Джум ненасытный живот. Но дети, на дерево глядя, закричали. «Не может спуститься кот! Помогите, пожалуйста, дядя!» Джум подумал. «Но это не труд! Сниму для обмана кисулю! Зато не пройдет и пары минут, как всех их засуну в кастрюлю!» «Ох!» – он сказал ему. «Эх и ух! Я привязан к детям и кошкам!» И добавил. Хотя, конечно, не вслух. «В тарелке с зеленым горошком!» Но Джек, самый маленький из ребят, захныкал, сев на дорогу. «Как я устал! Как ножки болят! Понесите меня хотя бы немного!» Джум подумал. «Здесь нет проблем. Хоть в козявке и мало проку. Но эту козявку я скоро съем!» А Джек вдруг как чмокнет небритую щеку. «Ох!» – рассердился Джум. «Ух и эх! Что это за глупые шутки? Я проглочу тебя, как орех! А, впрочем, найдется для вас для всех место в моем желудке!» «Нет! Ты добрый, ты добрый! Ты первый сорт!» – в ответ закричали дети. «Если голоден самый большой на свете, ему нужен самый огромный топ!» Джум возмутился. «Враньёй, ложь! Я самый плохой! Я всех злее и хуже! Я нехорош, нехорош, нехорош! Я низок внутри! Хоть огромен снаружи!» Но Джек засмеялся. «Ты всюду высок! Я знаю тебя! Никакой ты не низкий! Помог выдворить с тобой маленькой киске! Так вот тебе торта! Огромный кусок!» «Ах!» – Джум ответил. «Эх и ох! Ладно, я вредничать прекращаю! А, кстати, как насчет двух или трех бочек горячего чаю?» Любите себя, любите весь мир, и тогда у вас все будет хорошо. А мы с Гошей прощаемся с вами. Пока-пока! Пока!